Конечно, этот ролик можно было бы посвятить таким местам, как Гальбер Ришат или по-другому Око Сахары. Это кольцообразное нечто неизвестного происхождения в Мавритании. Гипотезы о том, что его породил метеорит или вулкан, не подтверждаются. Нет характерного углубления от удара или следов жерла. Зато образование, а оно в диаметре около 50 километров, хорошо видно из космоса. Так его нечаянно и рассмотрели в 65-м году, одни из первых астронавтов, когда делали фото Земли. Вот тот самый кадр. Можно было бы в конце концов рассказать о холме на востоке Канады, где якобы не действует гравитация. Паркуешь авто без ручного тормоза, а машина сама едет в гору. Воду льешь, она тоже течет вверх. С середины 20 века туда охотно слетаются и те, кто не верит, и те, кто верит. Все хотят проверить лично. Так и есть, машина катится вверх, как не по законам физики. Можно было бы в конце концов рассказать про надоевший, хотя и все еще загадочный Стоунхенш. До сих пор исследователи не могут договориться, зачем и как именно его построили люди каменного века. А тут всего в нескольких километрах от знаменитых камней ученые вдруг обнаруживают загадочное кольцо из шахт и ям. И оно невидимое. Археологи заметили его с помощью радаров, которые могут как бы просвечивать грунт. Оказалось, ямы глубиной около 5 метров были вырыты так, что составляли кольцо диаметром почти 2 километра. И тоже совсем не ясно, зачем это было нужно доисторическим строителям. Но, во-первых, во все эти загадочные места попасть можно, хоть и сложно, особенно сейчас. Но главное, не такие же они и загадочные. Галь-Бэр-Ришат это непривычное, но естественное творение природы. Скорее всего, это бывший геологический купол, который из-за эрозии лишался со временем слой за слоем горных пород. Мягкие выветривались, а твердые оставались. Так полагают геологи и получились кольца. Ну а холм с антигравитацией. Это хоть и забавная, но все же оптическая иллюзия. Обычно ее называют магнитным или гипнотическим холмом. Велогонщики ее не любят и некоторые зовут лживой равниной. И она тоже природного происхождения. Дело в том, что в таких местах не видно горизонта, без чего мозгу особенно сложно судить о реальном наклоне местности. Кажется, что наклон есть, а его на самом деле нет. И это легко проверить с помощью машинки с доской, ну или геодезических приборов. С таким эффектом можно играть и мастерить взрывающие мозг штуки из бумаги у себя дома, вроде этих. Инструкцию, кстати, оставлю в описании под роликом. Простите, нашел только на английском. Ну и кольцо из доисторических ям у Стоунхенджа. Оно окружает поселение, где, как считают археологи, жили строители, собственно, Стоунхенджа. Скорее всего, кольцо они наделяли какой-то религиозной функцией. Может, служило границей, которая отделяла сакральное место от остального пространства. Пока не ясно, но в любом случае ничего сверхъестественного. Так что вместо тех как бы загадочных мест, я для вас подобрал по-настоящему загадочные. Хотя не все они в буквальном смысле слова места. Зато попасть туда и впрямь почти невозможно. Сделал я это по горячим следам свежих открытий и изобретений, ведь это Сайван. Я Влад Гончарук и вы смотрите Пушку. Рубрику, в которой я делюсь познавательными новостями и умными новинками. Фильмами, книгами, музыкой, играми. В общем, здесь я собираю новые впечатления для вашего интеллекта. Важно, Пушка, как и весь канал, создается за счет двух вещей. Ваших пожертвований и рекламы. И рекламы в этом ролике нет совсем, потому что он сделан исключительно благодаря вашей поддержке. Раньше можно было помогать только через Патреон, а теперь поддержать Сайван чеканной монетой можно и здесь, на Ютубе. С помощью этой неказистой кнопки спонсировать. Деньги идут на ремонт съемочной техники, монтажной станции, на рабочий софт, а еще на аренду двух комнат, где снимаем, монтируем, храним оборудование. И, конечно, на гонорары всех, кто участвует в создании роликов и работе канала. Словом, огромное вам спасибо за возможность создавать и развивать Сайван. Это самая активно используемая астрофизиками симуляция Вселенной. А это на ее основе модель распределения темной материи. И как думаете, что это такое, похожее на то и другое? Это нечто, недоступное прежде Вселенной, во внутреннем ухе рыбки, которую когда-то называли дамский чулок, а теперь Данио Реррио. Но это не главное. Вы видите то, что раньше было невозможно увидеть? Жизнь клетки в теле в режиме реального времени. Раньше крохи, из которых состоит все живое, пользовались хоть какой-то приватностью, пока оставались дома. То есть в организме. Поэтому, чтобы их разглядеть в микроскоп, клетки нужно было доставать и запирать под стеклом. Но так мы упускали слишком многое. Ведь клетки в реальности не живут одиночками в карцере. И значит все эти, например, рисунки из учебников по биологии, по снимкам из лабораторий, очень большая условность. Потому что вот ожидание, раковая клетка в учебнике. А вот реальность. Раковая клетка пробирается по кровеносному сосуду рыбки. Жизнь клетки или целых групп крайне важно видеть и главное понимать в движении, в их реальной среде. Ищем мы лекарства от смертельной болезни или пытаемся понять, как наш мозг порождает идеи. Это нужно для поиска решений многих загадок. И вот ученые наконец смогли. Самое потрясающее, что увидеть микромир ученым помогло изучению макрокосмоса. Дело в том, что астрономы постоянно воюют с земной атмосферой. Ее неоднородности очень мешают увидеть ясную и четкую картинку в оптические телескопы. Она плывет и получается размытой. Так что физики и инженеры разработали то, что называется адаптивная оптика. Она автоматически компенсирует искажения. Почти та же проблема, когда мы сканируем микроскопом живые ткани. Получается мыло. Так что нобелевский лауреат по химии Эрик Бетцек решил опробовать космическую технологию. И скрестил ее со своим не менее крутым методом. Называется световой лист. Живые ткани быстро и многократно сканируются тонким плоским пучком света. Получается двумерное изображение среза, которые затем комбинируются в трехмерную общую картину. Причем это все в динамике. И вот что больше все поражает, детализация такая, что мы видим происходящее внутри клетки. Вот так на наших с вами глазах начинается новая эпоха, по крайней мере в цитологии. Разделе биологии, которая раскрывает тайны клеток. Кстати, как думаете, это в какой части и чьего тела такая красота? Похоже на процессы внутри стволовой клетки человека. Сравните. А на самом деле, это лишь маленький фрагмент ночного неба в рентгеновском излучении. Астрофизики наконец получили первую такую полную и подробную карту в этом формате. Наблюдение ввели с помощью немецкого телескопа с борта Российской космической обсерватории спектр РГ. Здесь видно более миллиона галактик и других источников рентгеновского излучения, о большинстве которых астрономы раньше не знали. Такая карта поможет точнее оценить, с какой скоростью расширяется Вселенная. Последний раз нечто подобное делали 30 лет назад. Теперь удастся увидеть в несколько раз больше. Но только не ту штуку, которая вроде как не должна существовать, но она есть. И я не про заусеницы и не про коррупцию. Астрофизики обнаружили объект, который судя по всему, что мы знаем об устройстве космоса, физически невозможен. Но он есть. Начался шурум-бурум в августе прошлого года, когда исследователи в Италии и США засекли мощную гравитационную волну. Крупнейшие земные телескопы развернулись, нацелились на точку в небе, откуда накатило. И ничего не увидели. Ничего. От инфракрасного до гамма-излучения. Теперь вот обработали данные о гравитационной волне. И оказалось, что для такого бабаха, а он случился на расстоянии 800 миллионов световых лет, столкнуться должны были черные дыра с массой в 23 раза больше, чем у нашего Солнца. И что-то совершенно странное. Потому что это нечто странное должно было быть массивнее Солнца в 2,5 раза. Как объяснил порталу поиск профессор Ран Сергей Попов, это немного тяжелее, чем самые тяжелые и известные нейтронные звезды, и немного легче самых легких, известных нам черных дыр. То есть загадочный объект оказывается в том самом диапазоне, в котором он совершенно невидим для наших приборов и совсем неизвестен нашей науке. Но объяснений есть несколько. И первое. Кто-то где-то ошибся в расчетах. Правда, по словам Сергея Борисовича, могло быть и так, что столкнулись не два, а три объекта. Две нейтронные звезды слились, и получилась легкая черная дыра. А может оказаться, что объектом X была все-таки нейтронная звезда. Это очень компактные звезды размером с город, но массивные. Про них у Сергея Попова есть очень крутая книга. Но эти новые для нас аномально тяжелые нейтронные звезды не вписываются в современные модели, поэтому как бы невозможны. Потому что не могут быть они тяжелее Солнца в 2,5 раза. Если это все-таки не ошибки в расчетах, то скоро нас ждут впечатляющие открытия о физике нейтронных звезд. Да и не только. У нас еще и здесь, на Земле, полно загадок под ногами. Причем вполне таких инопланетных. Это, прежде неизвестной науке, гигантский родственник знаменитого португальского кораблика. И, возможно, самые длинные на планете животные. Это существо впервые сняли на видео, недалеко от Австралии, у кораллового рифа Нингалу. Это, на самом деле, не один организм, а целая колония подвижных клеток, заоидов. Длина цепочки почти 45 метров. То есть, в высоту она вытянулась бы в 17-этажку. Во время большой глубоководной экспедиции ученые открыли более 30 новых видов. И для этого они погружались на глубину около 4,5 километров. Больше всего исследователей поразило разнообразие местного населения. Они такой пестроты не ожидали. По ссылке в описании можно надолго пропасть. Всех инопланетян сняли на видео. И показать у меня сейчас всех не получится. Там десятки роликов. Так что лучше вы сами. В морях и океанах, наверное, больше всего тайн на Земле. Но то, что они скрыты толщами воды, не мешает их потихоньку разгадывать. Не прошло и трех лет, как ученые составили полную карту неизвестного ранее, до этого гипотетического, скрытого под водой восьмого континента. И он размером с Индию. И называется он Зеландия. Не случайно. Мы можем видеть только 6% того, что осталось над водой. И это земля хоббитов Новой Зеландии. Остальные 94% сейчас можно рассмотреть только на этом интерактивном сайте. Это часть большого международного проекта по картографированию всего дна мирового океана. Так что да, Австралия. У соседей есть свой континент с тектоническим профайлом и континентальными корами. Кстати, на этой карте их все видно. Такая щедрая россыпь красных треугольников, это, например, все вулканы. Спасибо удачному расположению, континент залег на границы тектонических плит. Про Зеландию на самом деле начали говорить еще лет 25 назад. Тогда, правда, считали, что Новая Зеландия и то, что вокруг нее, это обломки древнего большого суперконтинента. Гондваны, который распался на известной нам материке 85 миллионов лет назад. Потом Зеландию повысили до уровня микроконтинента, типа как Мадагаскар. То есть плато или остров с континентальной корой, который когда-то откололся от основного континента. Но в 2017 году, когда уже накопилось достаточно данных со спутников и других исследований, пришлось признать геологическую несправедливость и восстанавливать Зеландию в правах. Ничего, крошка, Плутон. Пусть ты и вышел площадью, как Россия, и на твоей улице будет праздник. Вы знаете, я тут на днях проснулся, словно в новой стране. Не побоюсь этого слова. В стране утренней свежести. Чосон. Я-то думал, это где-то там, далеко, а тут вон оно чё. Чосоном называют Корею в КНДР. Чосон – это династия, которая правила полуостровом почти пять веков, с конца XIV века до конца XIX. А в письменном виде слово Чосон состояло из двух иероглифов. Первый из них, ну, так совпало, среди прочего означал «утро», а второй эпитет «свежий». Красиво, благородно, так что прижилось на века. Я и так чему? Вот проснулся я, значит, и так мне захотелось узнать, как живут на самом деле люди в этой загадочной стране. Вот на самом деле, без пропаганды завистливого Запада, без фантазии и домыслов фанатов кровавых диктатур. Так я и нашёл книгу учёного-кореиста Андрея Ланькова. Он один из ведущих специалистов по КНДР не только у нас, но и в мире. Первый и удивительный факт – это то, что она уже много лет издавалась и переиздавалась по всему миру на английском языке, потому что на нём была написана. И только несколько лет назад автор взялся за русскоязычное издание. Видимо, русскоязычная аудитория наконец созрела достаточно, чтобы поближе познакомиться с северокорейскими реалиями. Исследователь доработал, обновил, дополнил и вот она. Называется «К северу от 38-й параллели». Учёный регулярно с 80-х годов посещает самую закрытую страну в мире. В книге его личные наблюдения как исследователя, результаты работы с труднодоступными архивными документами. Но, наверное, самое интересное – это дни, недели и месяцы тесного, плотного общения с северокорейскими чиновниками, бизнесменами, диссидентами, беженцами и обычными людьми. То есть в этой книге посмотреть на Северную Корею можно с самых разных перспектив. Это сегодня самое сложное, потому что вокруг слишком много мифов, фейков и мистификаций, которые отчасти охотно поддерживают сами власти Кореи. Тут есть и подробное описание, как устроено велосипедное движение в Северной Корее, и анализ марок корейского пива, конечно, только научный интерес, но есть и глубокий анализ перемен, происходящих со страной последние десятилетия. Любопытно, судя по книге, у северокорейского капитализма есть две жирных особенности. Во-первых, это неудивительно, там не знают, что такое правовое общество, и неплохо сохраняет жесткую диктатуру. Хотя некоторая либерализация с приходом Ким Чин Ина все же началась. Например, женщинам теперь можно ездить на велосипеде и иногда носить брюки. С этим прямо связана вторая особенность. Суровый северокорейский капитализм во многом держится на женщинах. Это для меня одно из самых больших откровений в этой книге. Мужчины остаются больше подчинены госпорядку, остаются на службе госэкономики. Настоящие сыны Отечества? Когда же в лихие 90-е госэкономика Северной Кореи начала разваливаться, женщины, у которых было больше свободного времени, начали строить альтернативные низовые экономические структуры и оказались хозяевами нарождающегося рынка. Книга просто ломится от уникальных материалов и инсайтов о Северной Корее. Может быть, возьму ее в рубрику «Вжух». Вы так тепло приняли первый пилотный выпуск, что я вдохновился и буду продолжать. Ну, если даже эта книга не поднимет вам настроение, что, конечно, вряд ли, то у меня для вас напоследок немного дзена. Вы же не каждый день слушаете треки от буддийского монаха-битбоксера. Вот и я. А зря? Попробуйте. Расслабляет. Это Сайван. Я Влад Гончарок. А это рубрика «Пушка». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова